Всем привет! В этом видео мы продолжим изучать суффиксы финского языка. По-фински они называются не совсем суффиксы, но я буду использовать русское слово суффиксы. Если хотите, можете посмотреть также версию этого видео на финском языке. Итак, наша сегодняшняя тема суффикс С помощью этого суффикса мы можем образовывать новые слова. Присоединяя суффикс к глаголам, мы получаем новое слово, существительное, которое называется Суффикс имеет значение исполнителя действия, то есть это название деятеля. Часть таких слов название профессий. Рассмотрим, как суффикс я присоединяется к разным глаголам. Начнем с первого типа глаголов. С конца глаголов первого типа убираем окончание И к сильной основе присоединяем суффикс. И к сильной основе присоединяем суффикс. Внимание! Если в конце основы гласная э, то она превращается в и. Помните, всегда могут быть исключения. Спрашивайте в комментариях, если не уверены в чем-то. Со вторым типом тоже все просто. С конца глаголов убираем окончание и присоединяем суффикс. Внимание! Во втором типе глаголов есть три глагола, которые очень часто являются исключениями из общего правила. Так и здесь суффикс я будет прибавляться к другой основе. Со остальными типами глаголов немного посложнее. Сначала мы будем находить основу и для этого образуем минамуото, форму первого лица единственного числа. Перед вами глаголы третьего типа в инфинитиеве и в форме «мина». Убираем окончание и у нас остается основа. Последняя гласная основа «е» превращается в «и», как и в первом типе глаголов. Затем присоединяем суффикс Четвертый тип глаголов. В этом случае удобнее сделать «хэн-мото», потому что тогда не придется убирать никаких окончаний. Но можно сделать и форму «мина», а потом убрать «эн». Затем прибавляем суффикс. Затем прибавляем суффикс. Обратите внимание, что иногда будут происходить изменения, упрощения, как в слове Пятый тип глаголов очень похож на третий. Делаем форму «мина». Убираем окончание «н». Последняя гласная «е» превращается в «и». Затем присоединяем суффикс «я-jä». Шестой тип глаголов. Это маленькая группа слов. Возьмем для примера глаголы Уже привычно образуем форму «мина». Убираем окончание «н». Последняя гласная основы «э» переходит в «и». Затем прибавляем суффикс «я-jä». Пaken «я», «vaiken «я». Надеюсь, все было просто и понятно, и теперь вы умеете образовывать новые слова. Пишите комментарии и пожелания. Смотрите видео с упражнением, где вы сможете потренироваться применять суффикс «я-я». Удачи! Опис келу нилоа. Субтитры подогнал «Симон»